добрый день любителям холодного фарфора сегодня хочу поделиться с вами рецептом моего холодного фарфора который не нуждается в тепловой обработке с минимальным количеством ингредиентов и фактически как вы потом увидите делается за пять минут работы вот в данный момент я делаю из этой смеси вот такие вот миниатюрки цветочков целую серию цветочков люблю лепить цветочки и мне эта смесь очень нравится почему изделия из этой смеси прочные красивые держат форму не бьются вот она упала ничего себе не сталось и и просто мне нравится понравилась эта смесь как я к ней пришла я вам скажу все двигала лень лень варить лень потом эти всякие баночки всякие кастрюлечки и и и поэтому смешивала клей с крахмалом без всякой варки я уже давно пользуюсь что нам для этого понадобится нам для этого понадобится кукурузный крахмал понадобится клей понадобится немножко белой белой краски какая у вас есть я использую акрил и использую масляные краски в данный момент я купила коробку акрила и пользуюсь все акрилом и понадобится также вазелиновое масло вазелиновое масло кто использует масло джонсонс бэби пожалуйста я его не 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 полюбила не то что не полюбила я его вообще никогда не любила еще когда ребенок был маленький и и понадобится нам пленка потом чтобы завернуть нашу смесь вот пленка все больше нам ничего не понадобится но хочу обратить внимание на клей так как вся весь секрет в клее а секрета как такового и нет так как я поняла я раньше старалась купить клей какой-то с пластификатором клея непонятно какой и пришла к одному выводу что нам нужен виниловый клей виниловый клей почему девочки виниловый 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 клей он не токсичный не имеет неприятного запаха не раздражает руки фактически натуральный поэтому с ним можно с этой смесью могут работать даже дети без вреда ну и и и и мы стараемся чтобы ничего нашему здоровью не мешало но опять о клее не только лишь этот клей виниловый в россии другие клеи там титан дракон клей пева главное я покупала и покупала и один период времени у нас почти два года делся ремонт все мои мастера оставляли баночки мне с клеем один период времени пробовала клей пева который только для дерева получался прекрасная смесь без всякого пластификатора потом я стала покупать пва винил вот в такой баночке но он стоил дорого мне не понравилось потом я купила другой клей этот клей универсальный и для плитки и для дерева и для 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 всего для всего потом нам понадобилось в доме для для по дереву по тоже универсальный но который стоил в два раза меньше чем этот клей а оказывается он весь абсолютно девочки одинаковый вот такой должен быть белый сметанообразный видите густой сметанка такой же этот клей белый густой сметанка и поэтому теперь мною двигает не только лень но и жадность я стараюсь покупать виниловый клей который стоит дешевле и так а клей я вам все рассказала рассказала и показала клей виниловый все мы знаем что он готовится из нефти и газа и всего такого поэтому чем меньше химии тем лучше и кукурузный крахмал я не пробовала делать из крахмала картофельного потому что у нас этот есть в любом супермеркате в магазине в отделе все для тортов стоит одинаково и я пользуюсь этим крахмалом и так берем берем тарелочку я пользуюсь от все одноразовым стаканчики я часто оставляю от йогурта сполоснула поставила где-то и они у меня всегда идут вход но показываю тарелочка если у кого нету под рукой одноразовые тарелочки можно использовать любую посуду потом она намачивается водой и прекрасно моется ничего с ней не станется беру стаканчик кукурузного крахмала и пол стаканчика нашего клея высыпаю кукурузный крахмал в тарелочку и делаю так как на на вареничке горочку горочку обычно я даже не меряю уже на глаз это делаю горочку и сюда мы добавляем наш клей клей можно даже не весь сразу добавлять посмотреть как если понадобится добавить ну я вот сейчас так как уже говорю этот рецепт один к двум я добавила весь наш клей добавила клей добавляем сюда же добавляем сюда же когда хочется все быстро сделать тут у тебя не открывается вход идут и зубы вот где-то с сантиметр белой краски желательно не добавлять титан потому что потом если нам надо подкрашивать слишком много красителя нужно и начинаем мы месить нашу смесь нашу смесь вот мы ее месим мы ее месим посмотрите как она приятная даже на вид действительно лень двигает человечеством зачем нам нужно варить что-то и мыть если вот я замесила играюсь как бы в блинчики можно конечно сразу все руками делать но сегодня так как я снимаю на видео хочется показать что у меня все так аккуратно хотя если посмотреть на мой рабочий стол то там можно найти все то что нужно и не нужно но что самое главное когда я навожу на столе порядок я тогда не найду ничего теперь вот уже уже хватит уже мы замесили до такой и до такой степени у кого есть больше времени мне хочется видео сделать более коротким и поэтому потому что оно всегда потом не загружается вот я замесила до такой консистенции теперь я беру наш вазелиновый клей вазелиновое масло и смазываю руки эта процедура мне очень нравится потому что берем жирненько девочки не жалеем смазываем ручки мне это нравится мне кажется что я даже ухаживаю за руками вот и начинаю это все колечками наши сняли хотя они останутся нормальными но мы сняли и начинаю я замешивать эту нашу смесь блинчики варенички кто что умеет делать тот и лепит ложечку я убираю и замешиваю вымешиваю все так надеюсь я стою прямо в ракурсе потому что мне никто не помогает сама кое как прицепила видео камеру и поэтому хочу сделать так смесь получится прекрасная уже вижу лепим еще немножечко так замешиваем я сама разговариваю на видео камеру мне такое чувство что у меня не все дома сама с собой разговариваю так вот мы лепим смотрите девочки уже и руки у нас не вымазанные не грязные и имеют даже приятный запах ручки у нас жирненькие как будто бы мы за ними ухаживаем в маслечке почему я делаю всегда маленькую порцию я вам еще скажу почему делаю маленькую порцию девочки леплю наскоками и поэтому мне всегда нравится смесь свежая свежая не залеженная люблю свежую смесь и что вот она у меня уже готовая смесь если мы ее уже все смотрите девочки прекрасная видите теперь если ее мы должны положить в пленочку в нашу пленочку все это мы уже вот это мы уже можем выбросить и у нас остался чистый стол как вы видите на столе только наша смесь которую мы должны завернуть в пленочку мы ее завернем в пленочку но чтобы не было потом длительных вопросов вот у меня потрескалось у меня полопалось у меня он поплыл или у меня что-то не получается я вам хочу все таки показать до конца вот я вытру оставшуюся смесь не смесь а масло с рук и мы с вами посмотрим одну интересную вещь вот я приготовила вот такую заготовочку для розочки потому что я вам начала показывать розочки и что мы сделаем розочки чтобы это не было голословным смесь будет идеально через два часа но уже сейчас я хочу вам показать что она пригодна к лепке даже даже сейчас итак мы взяли заготовочку я вытираю руки вытерла заготовочку нашу и начинаем девочки работать работаем для того чтобы мы видели что смесь смешивается со всеми красителями я беру краску и маленькие маленькую точечку сюда вымешаем краски надо очень мало смотря какой вам нужно если вы хотите потом красить изделие пожалуйста я добавляю краску сразу вот мы вымешиваем и нашу краску вот вымесили краску для розочек я стараюсь не вымешивать полностью они получаются потом более более как сказать с фантазией вот к примеру здесь видите она не вымешена итак мы начинаем лепить нашу розочку еще смотрите какое преимущество этой смеси в ней девочки не нужно не нужно пользоваться клеем когда мы смешиваем когда мы приклеим одну деталь к другой надеюсь видно все это мы делаем закрываем нашу заготовочку закрываем нашу заготовочку закрываем нашу заготовочку еще что я хочу вам показать что я не использую молдов не использую конечно получился немножко редковатый но ничего я вам хочу показать так уже розочка у нас начинает вырисовываться проверю стоит ли все в ракурсе или нет да не использую молдов не использую у меня нет никаких инструментов и не хочу потому что это потом получается все как магазинные изделия у нас должно быть что-то очень удобно работать на вытянутую руку но ничего видите листочки у нас получаются а еще что я руки не смазываю но никаким кремом кремом не нужно в этом рецепте а он настолько приятный настолько тянучий конечно девочки когда я розочки делаю я их подольше лепесточки смотрите я беру кусочек какой мне попадается такой я его и беру так вот я раскатала даже отпечатки наших пальцев придают как бы прожилочки так еще если вам нужно тонкий конечно не сейчас хотя и сейчас я вам покажу через два часа это будет смесь однородная красивая вот он вытягивается до такой степени до такой какой нам нужно смотрите он тянется и будет тянуться очень тонкий 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 но я хочу показать что он держит и форму видите мы придаем цветку форму и он ее не теряет конечно розочка получается корявенькая но мне и такая нравится последний листочек последний листочек мы сделаем более светленький из этой смеси у нас получится хорошо раскатанный 5-6 розочек поэтому вы не думаете что нужно их сразу смеси сделать много так вот девочки теперь я беру обкатаю то что мне не нужно я уберу то что мне не нужно я уберу прокатилась вот вот такая у меня розочка из смеси которая делается сразу я ее и эту смесь которая у нас осталась мы потом используем сделаем розу более крупную я кто делает розы кто делает из-за этого получая из этой смеси получается прекраснейшая сирень красивая тонкая все цветы красивые получаются вот я еще один листочек добавлю который будет как бы свисать у нас чтобы была видна его форма так вот и его ну и чтобы показать что разные красители придумала для съемки такую штучку чтобы было видно что все красители подходят нам вот я беру абсолютно другой марки другой более жидкий здесь конечно идеальная краска подходит масляная но у меня ее сейчас нет видите точечки добавила зелени и вымешиваю почему вы заметили что у нас остались чистые руки чистый стол нету нервов что не получится или сгорела или пригорела не нужно нам никакого тефлона даже не один листочек сделаю даже не один листочек сделаю сейчас мы с вами один два три четыре пять вот мы нарвали нарвали раскатали вот такую слезку приплюснули ее и придавили и придавили нашей зубочисткой взяли нашу розочку и притулили вот так видите что получился берем также и другие не нужно никаких форм я вам хочу сказать у меня сад цветов и нету ни одного цветка похожего на другой смотрите какая прелесть получается не вижу видно вам или нет прилепили и сделали ему форму прижали и прижали его и прижали его к цветку слезка придавили зубочисткой прижали придавили к нашему цветку прижали зубочисткой придавили и прижали к нашему цветку так девочки показываю нашу розочку со всех сторон я ее так и оставлю на столе до завтра до завтра до завтра вот так мы все и оставим да нашу смесь мы же заворачиваем пленочку чтоб она у нас только не упала так упало но ничего как видите она даже упавшая мы ее подровняли потому что у нас вот все мы ее оставляем форму все держит как бы ее поставить чтоб она не упала не точно вот мы ее облокотим на эту розочку нашу оставшуюся смесь вы видели сколько мы ее взяли совсем немножко получится бы получилось бы еще одна розочка и еще листочки нашу смесь мы заворачиваем аккуратненько чтобы не было воздуха сюда же мы примотаем и наши уже покрашенные заготовочки все так до завтра я оставлю на столе все чтобы мы посмотрели как высохнет что она не полопалась наша розочка все до завтра девочки